Иван Андреевич Крылов Басни Книга девятая Пастух У Савы пастуха Он барских пас овец. Вдруг убывать овечки стали. Наш молодец в кручине и печали Всем плачется и распускает толк, Что страшный показался волк, Что начало навец таскать из стада И беспощадно их дерет. И не диковина твердит народ, Какая от волков овцам пощада! Вот волка стали стеречи. Но отчего ж у Савушки в печи То щи с бараниной, То бок бараний с кашей. Из поваренок за грехи В деревне он был сослан в пастухи, Так кухня у него Немножко схожа с нашей. За волком поиски Клянет его весь свет, Обшарили весь лес, А волка следу нет. Друзья, пустой ваш труд, На волка только слава, А ест овец-то Савва. Белка В деревне в праздник Под окном Помещичьих хором Народ толпился. На белку в колесе Зевал он и дивился. Вблизи с березой Ей дивился тоже Дрозд. Так бегала она, Что лапки лишь мелькали И раздувался пышный хвост. Землячка старая, Спросил тут Дрозд, Нельзя ли сказать, Что делаешь ты здесь? Ох, милый друг, Дружусь день весь, Я по делам гонцом У барина Большого, Но некогда ни пить, Ни есть, Ни даже духу перевесть. И белка в колесе Бежать пустилась Снова. Да, Улетая Дрозд сказал, То ясно мне, Что ты бежишь, А все на том же ты Окне. Посмотришь на дельца Иного, Хлопочет, Мечется, Ему дивятся все, Он, кажется, Из кожи рвется, Да только все Вперед не подается, Как белка В колесе. Мыши Сестрица, Знаешь ли, Беда, На корабле Мышь мыши Говорила, Ведь Оказалась течь, Внизу У нас вода, Чуть не хватило, До самого Мне Рыла, А правда, Так она лишь Лапки Замочила, И Что диковинки, Наш капитан Или с похмелья, Или пьян, Матросы все Один ленивее другого. Но, словом, Нет порядку Никакого. Сейчас кричала я Во весь народ, Что к одну Наш корабль идет. Куда Никто и ухом Не ведет, Как будто Пложные я Распускала вести. А ясно, Только в трюм Лишь стоит Заглянуть, Что кораблю Часа не дотянуть. Сестрица, Неужели нам Гибнуть с ними Вместе? Пойдем же, Кинемся скорее С корабля, А вось недалеко Земля. Тут в океан Мои затейницы Спрыгнули И утонули. А наш корабль Рукой искусною Вадим Достигнул пристани И цел, И невредим. Теперь пойдут вопросы, А что же капитан И течь, И что матросы? Течь слабая, И та в минуту Не та, А остальное Клевета. Лиса Зимой ранехонько Близ жила, Лиса у проруби пила В большой мороз. Меж тем, Оплошность ли, Судьба ль, Не в этом сила, Но Кончик хвостика Лисица Замочила, И кольду Он Примерз. Беда Не велика, Легко П ее поправить, Рвануться Только Посильней, И волосков, Хотя десятка-два, Оставить, Но до людей Домою Браться Поскорей. Да Как Испортить Хвост? А хвост Такой пушистый, Раскидистый И золотистый. Нет, Лучше подождать, Ведь спит еще народ. А между тем, Авосии Оттепель придет, Так хвост От проруби Оттает. Вот ждет, Пождет, А хвост Лишь боле Примерзает, Глядит И день Святает, Народ Шевелится И слышны Голоса. Тут Бедная Моя Лиса Туда-сюда Метаться, Но Уж От проруби Не Может Оторваться. По счастью Волк Бежит. Друг Милый, Кум, Отец Кричит Лиса, Спаси, Пришел Совсем Конец. Вот Кум Остановился, И в Спасень Елисы Вступился. Прием Его Был Очень Прост, Он Начисто Отгрыз Ей Хвост. Тут Без Хвоста Домой Моя Пустилась Дура, Уж Рада, Что На ней Цела Осталась Шкура. Мне Кажется, Что Смысл Не Темен Басни Сей. Щепотки Волосков Лиса Не Пожалей, Остался Б Хвост У Ней. Волки И Овцы. Овечка Мат Волков Совсем Житья Не Стало И И И Того, Что Наконец Правительство Зверей Благие Меры Взяло Вступиться В Спасенье Овец. И Учрежден Совет На сей Конец. Большая Часть В нем Правда Были Волки. Но Не О всех Волках Ведь Злые Толки. Видали И Таких Волков И Многократ Примеры Эти Незабытые Которые Ходили Близко Стат Смирнехонько Когда Бывали Сыты. Так Почему Ж Волкам В Совете И Не Быть? Хоть Надо Б На Овец Оборонить, Но И Волков Не Вовсе Ж Притеснить. Вот Заседание В Глухом Лесу Открыли, Судили, Думали, Редили И Наконец Придумали Закон. Вот Вам От Слова В Слова Он. Как Скоро Волк У Стада Забуянет И Обижать Он Овцу Станет, То Волка Тут Властна Овца Не Разбираючи Лица Схватить За Шиворот И В Суд Тат Час Представить В Соседний Лес Иль В Бор. В Законе Нечего Прибавить Не Убавить. Да Только Я Видал До Этих Пор Хоть Говорят Волкам И Не Спускают Что Будь Овца Ответчик И Листец А Только Волки Все-таки Овец В леса Таскают Крестя Крестьяне И Собака У мужика Большого Эконома Хозяина Зажиточного Дома Собака Нанялась И Двор Стеречь И Хлеб И Печь И Сверх Того Полоть И Поливать Рассаду Какой Жи Выдумал Он Вздор Читатель Говорит Тут Нет Ни Складу Ни Ладу Пускай Бы Стеречи Уж Двор Да Видано Ль Чтоб Где Собаки Хлеб Пекали Или Рассаду Поливали Читатель Я Был Неправ Кругом Когда Сказал Бы Да Да Дело Здесь Не В Том А В Том Что Наш Барбос За Все За Это Взялся И Вымолвил Себе Он Плату За Троих Барбосу Хорошо Что Нужды До Других Хозяин Между Тем На Ярмарку Собрался Поехал Погулял Приехал И Назад Посмотрит Жизни Стал Нерад И Рвет И Мечет Он С досады Ни хлеба Дома Ни Рассады А Сверх Того К нему На Двор Залез А Вора Он Затем Не Устерег Что Хлеб И Печь Тогда Сбирался Два Мальчика Синюша Не Есть Гать Затем Затем Поживиться И С Другом Поделиться Что Ж Сене От Того Прибыток Вышел Мал Он Бедный Нанизу Облизывал Лишь Губки Федюша Сам Верху Каштаны Убирал А Другу С Дерева Бросал Одни Скорлупки Видал Федюш На Свете Я Которым Их Друзья Вскарабкаться Наверх Усердно Помогали А После Уж От Них Скорлупки Не Видали Разбойник И Извозчик В Кустарнике Залегши У Дороги Разбойник Под Вечер Добычи Нажидал И Как Медведь Голодный Из Берлоги Угрюмо Даль Он Озирал Посмотрит Грузный Воз Катит Как Вал Ого Разбойник Мой Тут Шепчет Знать С товаром На Ярмарку Чай Все Сукно Комки Парчи Кручина Не Зевай Тут Будет На Харчи Не Пропадет Сегодня День Мой Даром Меж Тем Подъехал Воз Кричит Разбойник Стой И На Извозчика Бросается С Дубиной Далих Схватился Он Не Солохом Детиной Извозчик Малый Удалой Злодея Встретил Мостовиной Стал За добро Свою Горой И Моему Герою Пришлось Обрать Поживу Сбою И Долок И Жесток Был Бой На Этот Раз Разбойник С Дюжины Зубов Не Досчитался Да Перешиблена Рука Да Выбит Глаз Но Победителем Однако Шон Остался Убил Извозчика Злодей Убил И К Добыче Скорей Что Шон Завоевал Воз Целый Пузырей Как Много Из Пустого На Свете Делают Преступного И Злого Кукушка И Петух Как Милый Петушок Поешь Ты Громко Важно А Ты Кукушечка Мой Свет Как Тянешь Плавно И Протяжно Во Всем Лесу У нас Такой Певицы Нет Тебя Мой Куманек Век Слушать Я Готова А Лучше райской птички, На всех ссылаясь в этом я. Тут воробей случась, примолвил им, Друзья, хоть вы охрипнете, Хваля друг дружку, Все ваша музыка плоха. За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит петуха. За то, что хвалит он кукушку. Вельможа Какой-то в древности вельможа С богато убранного ложа Отправился в страну, Где царствует Плутон. Сказать простее, Умер он. И так как в старь велось, В аду на суд явился, Тотчас допрос ему. Чем был ты? Где родился? Родился в Персии, А очином был сатраб. Но так как живучи я был здоровьем, Слаб, То сам я областью не правил, А все дела секретарю оставил. Что ж делал ты? Пил и ел, и спал, Да все подписывал, Что он не подавал. Скорей же, В рай его! Как? Где же справедливость? Меркурий тут скричал, Забывший про учтивость. Эх, братец, Отвечал Эак, Не знаешь дела ты никак. Не видишь, Разве ты Покойник Был дурак. Что, Если бы с такою властью Взялся он за дела К несчастью, Ведь погубил бы Целый край. И ты б там слез не обобрался, Затем-то и попал он в рай, Что за дела Не принимался. Вчера я был в суде И видел там судью, Но так и кажется, Что быть ему В раю. Иван Андреевич Крылов Басни Приложение Басни, Не вошедшие В девять книг Стыдливый Игрок Случилось Некогда мне быть В шумливом мире Сказать ясней Мне быть случилось В трактире Хотя немного Там увидеть Льзя Добра, Однако Ж тут велась Изрядная Игра. Из всех других Поудалее Один был Рослый Молодец, Беспутство Был он Образец, И карты Ставил он, И гнул Смелее, И вдруг Спустил Все деньги С рук. Спустил, А на кредит Никто ему Не верит, Хоть кажется, В божбе Герой Не лицемерит, А злился Мой болван И карту С транспортом Поставил На кафтан. Гляжу Через час Герой Остался Мой В камзоле Как пень На чистом Поле. Тогда К нему Пришел От батюшки Посол И говорит, Отец Совсем Твой Умирает, С тобой Проститься Он Желает, И приказал К себе Просить. Эээ, Скажи ему, Сказал Мой Фаля, Что Здесь Бубновая Сразила Меня Краля, Так он Ко мне Сам Может быть. Ему Сюда Прийти Немало Не обидно, Но А мне По улице Идти Без Сапогов, Без Платья, Шляпы И Чулков Ужасно Стыдно Судьба Игроков Вчерась Приятеля В карете Видел я Бедняк Приятель Мой Я Очень Удивился Чем Столько Он Разжился А Он Поведал Мне Всю Правду Не Тая Что Картами Себе Именья Он Доставил И Выше Всех Наук Игру Картежно Ставил Сегодня Же Пешком Попался Мне Мой Друг Конечно Я Сказал Спустил Уж Все Ты С рук А Он Как Философ Гласил В своем Ответе Ты Знаешь Колесом Вертится Все На Свете Павлин И Соловей Невежда В физике А В музыке Знаток Услышал Соловья Поющего На Ветке И Хочется Ему Иметь Такого В клетке Приехав В городок Он Говорит Хотя Я Птицы Той Не Знаю И Не Видал Который Пением Я Мысли Восхищал Которую Иметь Я Столь Желаю Но Но В птичьем Здесь Ряду Конечно Много Птиц Найду Наполнясь Мыслью Такое Чтоб Выбрать Птиц На Взгляд Пришел Боярин Мой Во птичий Ряд С набитым Кошельком С пустою Головую Павлина Видит Он И Видит Соловья И Говорит Купцу Не Ошибаюсь Я Вот Мной Желанная Прелестная Певица Нарядный Бывший Толь Нельзя Ей Худо Петь Купец Мой Друг Скажи Что Стоит Эта Птица Купец Ему В ответ От Птицы Сей Сударь Хороших Песен Нет Возьмите Соловья Сидящая Близ Павлина Когда Вам Надобно Хорошего Певца Немало То Девит Невежду Господина И Быть Бояся Он Обманут От Купца Прекрасно Соловья Негодной Птицей Числит И Мыслит Та Птица Перьями И Телом Так Мала Не Можно Чтоб Она Певицею Была Купив Павлина Он Покупкой Веселится И Мыслит Пением Павлина Насладиться Летит Домой И Гость Есей Отвел Решетчатый Покой А Гостей Коему За Выборы В Награду Пропела Кошкою Разов Десяток Сряду Мяуканьем Своим Невежде Давши Знать Что Глупо Голоса По Перьям Выбирать Подобно Как и Сей Боярин Заключая Различность Разумов Пристрастно Различая Нередко Жалуем Того Мы В Дураки Кто Платьем Небогат Непышен Волосами Кто Не Обнизан В круг Перстнями И Часами И Зла То У Кого Неполны Сундуки Лев И Человек Быть Сильным Хорошо Быть Умным Лучше Вдвое Кто Веры Этому Не Имет Тот Ясно Здесь Пример Найдет Что Сила Без Ума Сокровище Плохое Раскинувши Раскинувши Тенета Меж Дерев Ловец Добычи Дожидался Но Как-то Оплошав Сам В лапы Льву Попался Ум Ум Умри С Крепостью Сокрови Сокрови я сказки слушать. Не в сказках доказать, я делом то могу. А, впрочем, ежели солгу, то ты еще меня и после можешь скушать. Вот посмотри, между деревьев сих трудов моих раскинутую ты видишь паутину. Кто лучше сквозь нее из нас пройдет? Коль хочешь, я пролезу наперед, а там посмотрим, как из силы в свой черед проскочишь ты ко мне наполовину. Ты видишь, эта сеть не каменная стена, малейшим ветерком колеблется она. Однако силою одною ты прямо сквозь нее едва пройдешь за мною. С презрением тенета обозрев, ступай туда, сказал надменно лев. В миг буду я к тебе дорогою тут мой ловец, не тратя лишних слов, нырнул под сеть, и льва принять готов. Как из лука стрела лев вслед за ним пустился, но лев подныривать под сети не учился. Он в сеть ударился, но сети не прошиб, запутался, ловец тут кончил спор и дело. Искусство силу одолело, и бедный лев погиб. пир В голодный год, чтобы утешить мир, затеял лев богатый пир. Разосланы гонцы и скороходы зовут гостей, зверей и малой, и большой породы. На зов со всех сторон стекаются ко льву, как отказать такому зву, пир дело доброе и не в голодны годы. Вот приплелись туда ж сурок, лиса и крот. Да только часом опоздали, и за столом гостей застали. У кумушки лисы хлопот на ту беду случился полон рот, сурок прохолился, промылся, а крот с дороги сбился. Однако ж натощак никто домой не идет. И место подле льва увидевши пустое, все на него хотят продраться трое. Послушайте, друзья, сказал им барс, то место широко, да только не про вас. Тут придет слон и вас сойти заставит, или хуже вас он передавит. и так, когда не хочется домой вам натощак, так оставайтесь у порогу, вы сыты будете, и это слава богу. места не ваши впереди, их берегут зверям лишь крупного покроя. А кто из мелочи не хочет кушать стоя, тот дома у себя сиди. кушать кушать кушать